О первом сочинском полумарафоне, собравшиеся в Олимпийском парке, узнали из интернета и смс-рассылок. Несмотря на то, что за участие необходимо было внести символическую плату, количество желающих пробежаться, а даже пришлось ограничить. Большая часть марафонцев – любители. Для них это мероприятие стало не только возможностью проверить свои силы и выносливость, но и провести ноябрьские выходные в солнечном Сочи. А профессионалы же воспользовались шансом продлить соревновательный беговой сезон. Это преодоление себя. Но мы не такие непрофессиональные спортсмены, мы любители. Поэтому мы бежим на свой результат. У меня был последний результат – это час 32. Хочу сегодня хотя бы на минуту улучшить его. На самом деле, Сергей, это очень крутой результат. Я тоже совершенно непрофессиональный спортсмен. И меня очень вдохновила идея приехать в Сочи, потому что у меня не сложилось с Олимпийским Сочи. Я подумала, что уж коль скоро такое событие, я бегаю около года. Мне это очень нравится. И я, конечно, в совершеннейшем восторге от Сочи, от Красной Поляны, от гор. Это невероятное место. Примечательно, что полумарафон прошел не просто в Олимпийском парке, а на трассе Формулы-1, где еще недавно раздавался гул гоночных болидов. Как и профессиональные спортсмены, полумарафонцы боролись за медали и призовой фонд, который организаторы решили сделать денежным. Мне нравится сама идея, сама вот, как сказать, остановка. Я не ради денег бегу, потому что я, получается, наоборот, как бы вкладываюсь, как и другие многие бегуны. Выиграет тот, кто там прибежит первый, да? А мне чисто именно атмосфера нужна. Просто очень любим бегать. Нас очень действительно вдохновила эта концепция, этого полумарафона. Во-первых, это проходит на трассе Формулы-1. Второе, все-таки, это Сочи. Здесь проводились Олимпийские и Паралимпийские игры 2014 года. И мы говорим, ВИВАТ, Россия! Популярность бега во всем мире сегодня достаточно велика. Но вот жители Сочи и Краснодарского края в целом к этому виду спорта приобщаются медленными темпами, отмечают в региональном министерстве спорта. Поэтому полумарафон еще и призван простимулировать местных жителей заняться легкой атлетикой. Тем более, что для этого есть все условия. Полумарафон и марафоны проводятся по обычным улицам. И, конечно, когда организаторы Формулы Омега предоставила нам трассу и большое кольцо по городу, то, наверное, для участников таких условий не было ни на одном марафоне. Поэтому на будущий год мы планируем полный марафон, каждый год меняя старт здесь, финиш на Сосатке и обратно. Таких в мире всего два. Поэтому, я думаю, мы будем лучшим. В итоге первыми к финишу на дистанции 6 километров пришли Егор Николаев из Башкортостана и Кристина Угарова из Курска. А вот полумарафонскую дистанцию в 21 километр быстрее всех одолели Оксана Афашенко из Ульяновска и краснодарец Андрей Лейман. В следующем году, по предварительным данным, участниками сочинского забега станут уже порядка 6 тысяч желающих. Ольга Десятого, Инга Габешия, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.